приветствую друзья и сегодня гостях у нас антон привет привет снова и антон скажи пожалуйста вообще как вот заниматься бизнесом в испании по аренде жилья ну это один из таких вариантов мы сейчас сидим на самом деле идея пришла можно сказать спонтанно поэтому в принципе есть такой вариант на аренде даже можно сказать без особых ну как без особых с затратами тут есть два варианта опять же если вы проживаете нелегально это один способ то есть можно сделать официальный контракт на квартиру снять ее на целый год вот мы говорим именно пара туристическую зону салов где сейчас собственно и находимся снять в аренду жилье на целый год где-то по цене примерно 400 евро это в принципе нормальная цена чтобы здесь найти на целый год первой линии даже сказать можно сказать снятию на целый год и нас жить там с октября по май а потом куда-то уезжать например если у вас есть тот же самый автодом то можно спокойно в нем три месяца про качевать и как раз сейчас сейчас вот пытался сделать расчет для того чтобы ну посмотреть окупаемость этого так сказать собственного бизнеса чисто на одной квартире посмотрите брать если например как я сказал среднюю стоимость аренда это 400 евро в прошлом году сам буквально здесь находил такие варианты но для того чтобы снять вам нужен либо контракт постоянной на работу который не имеет срока окончания называется контракта индефиниду он есть не у всех но если такая будет возможность его сделать то принципе любое агентство недвижимости вам сдаст квартиру второй вариант это сделать предоплату на целый год что более проще наверное сказать для нелегала но опять же не было да но тут нужны уже деньги то есть вам нужно будет сделать полную предоплату на целый год это в районе 5000 евро вам вы 4 800 лет вот так вот это со всеми затратами то есть это комиссии агентству фианса 1 месяц и за все 12 месяцев оплата вот сейчас даже если посчитать 400 умножить на 12 это 4 4 800 евро плюс комиссия 800 ну фианса плюс комиссия получается 5 600 5 600 у нас комиссия ай полная оплата на целый год и теперь давайте посчитаем сколько первый год мы сможем с этого примерно заработать в месяце собственно 4 неделя 400 умножить на 4 это получается 1600 это в июне стоит здесь квартира понедельно 1600 теперь июль июль немножко подороже то есть можно поставить там 500 скажем так 500 умножить на 4 это 2000 плюс 1600 это уже 3600 чисто за два месяца плюс август август цены очень сильно поднимаются в августе потому что здесь начинается проблема вообще проблема с квартирами и очень сложно найти поэтому цены очень-очень-очень написать процентов поднимаются это 800 евро в неделю умножить на это я говорю от от 800 может быть и выше все зависит от расположения 800 умножить на 4 это 3 200 за один месяц можно заработать так сказать чистыми ну или грязными там плюс еще можно рассматривать уборку можно нанимать отдельно каких-то людей чтобы они приходили убираться можно нанимать людей которые будут смотреть за квартиры но мы рассматриваем все если вы все будете делать самостоятельно и уборкой заниматься и собственно заселением-выселением вот пожалуйста выходит значит у нас за три месяца буквально чисто это говорит если три месяца но люди остаются и дольше здесь то есть с мая как я сказал можно уже начинать и до сентября но мы взяли в расчет именно три месяца то есть грязными если вы так уж рассчитывать что вы будете все делать сами то чистыми получается ты 6800 за три месяца это у вас получается доход берем в расчет сколько мы потратили за за целый год оплаты 4 800 4 800 это без комиссии да да 4 800 ну вот получается у нас 4 800 и 5600 у нас идет оплата на целый год суммарно это на первый год но на второй год если вы естественно тут квартира сдают как на целый год минимум сейчас по закону пять лет то есть минимальный контракт на пять лет делается то есть пять лет можете сказать что следующие когда вам не нужно будет платить 800 евро собственно это фианса и комиссия агентства получается у вас доход каждый год будет уже на минус точнее на плюс 800 евро вариантов здесь два либо вы будете жить бесплатно целый год и куда-то переселяться на летний период либо жить если у вас есть автодом где-то в автодоме ну естественно не в сало потому что кемпинге будет очень дорого где-нибудь на окраине и получать вот такой доход и соответственно можно жить комнату снимать где-нибудь там далеко да из машин есть не ну есть вариант что вы сдаете эту квартиру и живете где-то в другой другой квартире тоже такой вариант можно рассматривать но тогда вы получается будете меньше дохода иметь и просто будете жить бесплатно целый год вот и все а если брать еще месяц сентябрь это еще плюсом получается сентябрь дружить такой сезон не да естественно я же сказал это можно даже начинать с апреля и с мая но мы брали расчет месяца который вы точно будете сдавать то есть это июне июле августа можно сдавать с мая по октябрь даже а вот клиент откуда брать с агентств или там rmb можно самостоятельно заниматься то на что гораст можно с такими крупными агентственно рад ли у вас получится заключить потому что в основном все в договорах договорах обсуждают такие условия что в этой квартире будете жить то вы и только вы никого лишнего поэтому есть такие сайты русскоговорящих где можно размещать объявления снижать немножко цену то есть брать не так как агентство там 400 надо скидывать там на 50 может быть максимум на 100 евро тут все зависит от того если вот вас там какие-то источники как вы шаритесь так сказать в интернете можете ли вы там у вас может есть какие-то группы вконтакте может быть это сайты знакомые где у вас там есть какая-то публика аудитория спокойно там размещайте объявления и сами находите себе клиентов а вот получается это может сделать и нелегал как бы деньги сюда да просто если вы нелегал я сказал только один способ это делать предоплату за целый год учить как в контракте получится вообще здесь жилье получается тоже удобно не контракт получится так или иначе контракт будет на квартиру просто вам ее не сдадут если вы не сделаете на предоплату на целый год если вы каком-то варианте сможете договорится мы знаете хорошо испанский и с испанцами договорить что вы хотя бы сделаете на полгода предоплату можно и так документов нет а то сложно очень да будет какие знакомые есть например там русскоговорящие с ним можно и договориться слушать если никто не будет знать что вы бы там будете летом зачем заниматься то можно а так или быстрее всего я заметил что здесь быстрее всего сдают только до мая месяца с вами сами все сдают да получается бизнес имеет до кого не поэтому я говорю что здесь нужно лучше всего испанцев делать предоплату на целый год и это ну сто процентов у вас будет эта квартира уходить если у вас будет . размещение квартиры это первая максимум 2 линии а вот как думаешь антон почему испанцы сами этим не занимает чего они вам могут сдать это все жилье и получается выгодить саму там сдавать так или не хочется некоторые это все зависит от хозяина квартиры некоторые просто не хотят заморачиваться и вот потому что на самом деле вы заниматься заселением выселением это тоже дело непростое это нужно все контролировать нужно искать людей нужно смотреть чтобы ничего не разбили и так далее но если по сути квартира не ваша то вам переживать не за что а вот на этих уборка получает служить можно заработать я заметил на буду тоже говорили 50 евро за уборку по последнюю там вот когда вы выезжаете 65 евро за убор кто-то 80 не на можно конечно включить и дополнительные услуги там но меньше будет у вас клиентов то есть лучше конечно делать стоимость когда все включено то есть либо предлагать вы можете дополнительные услуги которые здесь очень последнее время пользуются спросом то есть у вас есть например тоже машиной либо вы можете поработать так сказать лакеем да вы можете сделать закуп для своих клиентов на неделю прямо продумать да пошли закупили принесли им им никуда даже ходить ничего не надо искать вы нашли точку где закупаетесь закупили они вам список дали например закупили то что им надо и принесли такой из за это немножко еще брать побольше оплаты это сейчас такое моде когда люди даже магазин не хотят ходить да здесь ничего есть моде то что вас встречает правом в аэропорту привозят ваши апартаменты заселяют приносят вам еду то есть за вами полностью можно сказать ухаживают да и потом обратно увозят в аэропорт плюс еще дополнительно можно как дополнительные услуги тоже пользуется спросом что вы куда-то перемещаете поставим куда-то возить если у вас еще есть навыки гида то вы спокойно можете еще и им предоставлять свои услуги гида например я знаю что один человек здесь проживающий он этим занимается и за неделю так получает не 400 евро от 1000 евро вот так вот подрабатывает не он просто сразу договариваются что вот они на неделю заселяется он покупает продукты он их возит куда им надо или они сразу платит 400 тысяч евро а вот так за все да это все включено даже продукт да все включено они приезжают и просто за ними вот все ухаживают за все за ними убирают подтирают и так далее а кидалов здесь такого нет такого этого он тысячи евро заплатил ему а парень пропал нет такого есть есть но по сути для чаще всего пользуется спросом у англичан ну французов не так ну русские не так часто этим пользоваться потому что они все-таки от боятся вот этого кидалов они не доверяют а англичане они более такие простые раскрыто они в основном любят деньги туда деньги сюда направо налево то есть если они отдыхают они отдыхают по крупному вот так вот да да но можно опять же попасться на такое это не исключено вообще бывают такие моменты антон например с кем договорился вот пожалуйста заезжайте так мне там 400 или 500 евро в неделю вот заезжать апартаменты вам все показали сдали все потом раз вы деньги отдали там человек ушел вы заселились на течение приходит к и другая хозяйка говорит а вы что здесь делаете бывает маловероятно почему потому что во-первых но по закону хозяин вообще не должен без спроса вашего приходить в дом он не может просто взять и зайти посмотреть кто там сейчас живет нужно разрешение специальное чтобы зайти туда ну позвонить то он может позвонить сказать ничего не может то что заходить квартиру без разрешения человека который эту квартиру снимает он не может это можно за полицию вызвать получается полицию а потом разбирайте что там живет и что там вот так вот мы здесь остаемся расскажет это моя квартира вы метайте сосудовом это я объясняю если вот вы сдаете вот таким вот способом да и хозяйка вдруг пришла и посмотрела вы объяснили что там ну приехали там родственники или еще кто-то просто все а там потом докажи что там кто-то другой вообще его издаете такая фиминга нелегально сдали там с кем договорились там уходит о том мошенник уговорил там нелегально ребят давать денежку здесь давайте жить ну да выходит так вот может такой быть тут получать полицию звать она скажет а где у вас договор что вы там вот это все разбирал или нет ну и ты имеешь ввиду что именно мошенник их не заселил в итоге ну имею ввиду он заселил и потом сказал чтобы выходили да он заселил деньги взял у них там ну просто без всяких там бумажек ушел сам на следующий день пришел хозяин к этой квартиры и там позвонил и говорит а что ребят здесь делают это моя квартира но опять же я же объяснял насчет хозяина что он не может просто так зайти он не может даже поэтому хозяева не ходят так и по квартирам не смотрят что там вообще не такого если только там будет там может быть если только там будет шумно вы что-то гремеет ломаться и соседи там сообщат а потом дойдет это до хозяина он может прийти посмотреть что состояние квартиры как вот так вот таком случае да так просто ни с того ни сего спонтанно хозяин не может прийти fandata такой вопрос например если про схему которую это рассказывал если я квартиру на год там все уг wonders они не scanned записки ранее чтобы он сказал если вы честно то договоритесь он будет против или против общее figuring игру если вы честны вы договоритесь с хозяином и если он согласится то лучше всего так он говорит да но есть множество вариантов которые сообщают такая А если, например, летом я как-будто ее перездаю, а он придет меня проверить, например, скажет, типа, ты что тут субарендой занимаешься, второй раз перездаешь. Может такое быть, например? Ну, смотри, по закону, конечно, ты нарушаешь условия контракта. Если в контракте это оговаривается, что жить будешь только ты и никого больше, то да. Вот так вот, да, только? Лучше с ним говорить сразу, я буду ее сдавать, может быть, да? Либо обговорить сразу, либо, я говорю, поступать нечестно, что, зная, что он где-то живет далеко, и он не приедет. Тут множество, опять же, вариантов. Все зависит от человека, который решил этим заняться. И, друзья, у Антона есть свой канал, ссылочка на его канал будет в описании. Так что подписывайтесь и приезжайте в Испанию, в Салову. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!